На стадионе Икар пришли торжественные мероприятия, посвященные Дню Молодежи. Для жителей и гостей города в этот день была подготовлена масштабная развлекательная программа. Открыл праздник парад колясок – творческое соревнование между семьями Сарова. Участники придумали и воплотили необычные стилизации колясок и детских самокатов, а потом представили созданные образы зрителям и жюри. Победу в состязании одержала семья Шакуровых-Виноградовых, которая представила на параде идею пиратского корабля. Честно говоря, впечатления очень интересные от самого происходящего, потому что мы принимаем участие первый раз. Ну, слышали, что такое происходило в других городах, в нашем городе. А в нашем городе первый раз, поэтому впечатления такие необычные. Надеюсь, нам удалось. Ту идею, которую мы хотели передать, отразить на всех, чтобы всем было так же весело, как и нам. Следующим этапом празднования стали творческие номера от жителей города. Гимнастки спортивной школы «Икар» представили зрителям яркий номер под песню «Я русский». А после гости праздника увидели на главном поле дефиле невест – творческий номер активных соровчанок. Девушки в свадебных платьях исполнили трогательный танец, который посвятили любви и семье. А после перед зрителями выступили участницы хореографического коллектива Анны Козловской под живой вокал Виктора Новикова. Мир придуман так, что ничего нельзя в нем и не изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. Творческие номера дали старт благотворительному матчу между командой органов местного самоуправления «Сарова» и семейной сборной. Игра проходила по измененным правилам. На поле было всего 16 участников, таймы занимали 15 минут, а в перерывах между ними волонтеры проводили среди зрителей аукцион на памятные лоты. Состязание проходило с переменным успехом и завершилось отлично для обеих команд со счетом 5-5. Одновременно с мероприятиями на главном поле стадиона Икар для гостей праздника работали интерактивные и творческие площадки. Саровчане могли спеть песню в караоке, посмотреть представления с опытами от Музея занимательных наук «Кварки», познакомиться с культурой кей-поп и госплея и принять участие в турнире по шашкам, а также посетить площадку приюта для животных «Мурдом». Активная и насыщенная программа понравилась всем гостям праздника. Так сегодня солнечно, празднично, праздник такой хороший, так здорово. Там футбол, тут столько конкурсов разных. Давно не было на таких всяких весельях, так сразу здорово, весело. Очень классно, то есть, ну, я когда пришла, я сначала подсещалась, я такая, что, куда, а потом, это неописуемо, это очень классно, круто. За этот месяц самый лучший день у меня. С мамой, с папой ходила вон туда. Там пускали пузыри и смотрели матч. Водушевляюще. Водушевляюще заряжает энергией на следующую рабочую неделю, плюс общение с очень многими людьми, встретил многих знакомых, пообщался, зарядился. После праздничных мероприятий на стадионе Икар день молодежи продолжился на других площадках города. В парке имени Зернова прошли театральные и музыкальные представления от различных коллективов из Сарова и других городов. На проспекте Музруково состоялась выставка военной техники, а в театральном сквере горожане смогли насладиться выступлениями группы Сурганова и Оркестр и Виктора Салтыкова. Анна Розуваева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.